Вы знаете, я очень хотел побеседовать с Саней давно, потому что я очень с большой симпатией отношусь к этому человеку, мы видим все крайне редко, к сожалению. Но я хотел побеседовать вот почему, потому что в моей жизни я, как вы понимаете, видел, вижу огромное количество людей, знаменитых и не очень знаменитых, совсем не знаменитых. Я не знаю другого человека, который вот мы сейчас вспоминали с Саней, что мы встретились первый раз, когда Аня носила свою замечательную дочь Наташу, это было 6 лет назад. За 6 лет в жизни Ани произошло самое ужасное и самое прекрасное, что может пойти в жизнь человека. Она потеряла любимого человека и она обрела любимого человека за 6 лет. Это само по себе мексиканское кино, само по себе невероятная история, но это история, которая, мне кажется, может быть очень полезна людям, потому что мы с вами сейчас говорили, к сожалению, очень многие люди теряют любимых, гораздо меньше потом их обретают. Я заранее прошу у вас прощения за вопросы, которые я буду задавать, но вы согласились про это говорить? Я не буду лезть куда не надо, но какие-то вещи надо понять. Когда мы с вами познакомились, я был совершенно потрясен и вообще мне было совершенно невероятно, потому что вот в нашем мире, где все крифи в косе наперекосяк, я увидел, что два влюбленных человека, и вот у них сейчас будет ребенок, и прямо у них любовь-любовь, и все прекрасно. И потом вдруг неожиданно в фейсбуке появились сообщения о том, что ваш муж заболел сначала. Для вас вот его болезнь была тоже неожиданностью? Вот это все, что началось, когда... Нет, болезней не было. Была совершенно скоропостижная смерть, которая наступила среди абсолютно полного здоровья. А как это произошло? Ну, как бы вот причина смерти, которая указана в заключении, это острая легочная недостаточность. В следствии чего она наступила? Мы, в общем, так и не знаем, вскрытие ничего не показало. Есть несколько гипотез, несколько состояний, которые к этому могли привести. Это там, не знаю, тромбоэмболия легочной артерии, какой-то обширный инфаркт, который, может быть, не виден. Но это такие, в общем, домыслы. Мы нашли... Вот Наташа исполнила их 6 месяцев, мы утром проснулись и нашли папу просто лежащим без сознания. А скорая констатировала, что вот уже не спасти. Поэтому болезни как раз не было. Была ситуация абсолютного вот такого чистого поля, по которому ты идешь, и все хорошо. И ты как раз планируешь свою жизнь дальше. Мы как раз собирались поехать куда-то в отпуск, потому что наступило вот это вот радостное время, когда ребенку исполняется 6 месяцев, и ты такой, как правильные родители, такой, фух, дорастили, все нормально, прикорм ввели, что-то уже на человека похож, теперь можно выдохнуть и куда-то поехать. И буквально накануне Толик ездил, договаривался, узнавал в турагентстве какие-то варианты, куда можно будет осенью поехать. И вот болезней не было, была совершенно вот такая вот ситуация абсолютно. Скажите, а сознание того, что ушел самый близкий человек, сразу происходит? Сразу человек понимает? Или нужно требуется время, чтобы понять? Не, ну первое время ты, конечно, просыпаешься, и тебе кажется, что просто вот в тот первый момент, когда ты вот еще вот сознание начинает возвращаться в реальность, кажется, что это какой-то такой кошмарный сон. И сейчас ты проснешься, и все будет хорошо. Очень долго уходит желание в каких-то ситуациях человеку позвонить в первую очередь. Кажется, о, что-то такое произошло, сейчас позвоню, расскажу. Нет, это очень долго происходит. Не знаю, мне кажется, до конца ты, наверное, год привыкаешь. Год – это не так долго. Ну это, в общем, нет? Нет, ну как бы тяжело, потом еще долго. Но вот к тому, что уже позвонить некуда, как-то вот уходит. Скажите, пожалуйста, вот это все случилось, скорая помощь его увезла, вы пришли домой. Ой, что вы делали? Вот когда вот вчера мы собирались в отпуск, сегодня я потеряла мужа. Что вы делали? Ну, вела какие-то обсуждения с похоронным агентом, который приехал. Что-то делала с Наташей, потому что как бы вот шестимесячный ребенок – это, в общем, ну как сказать. Это и сложно, и это во многом, на самом деле, ну если не спасение, то я вот могу сказать, что первые месяцы после того, как Толика не стала, с нами жила моя мама. И она мне очень помогала с Наташей гулять, все с ней делать. И я вижу, что это происходит очень часто в семьях, где там не становятся мужа и жены. А потом где-то месяца через три-четыре к Новому году я поняла, что все, мне надо заниматься это все делать самостоятельно. Мама вернулась к себе домой, и я втянулась вот в этот режим. Ты входишь в режим с маленьким ребенком. Встал, покормил, переодел, погулял, уложил. Во время сна ты быстро что-то поработал, какую-то работу. Потом, значит, снова покормил, погулял, переодел. И если я до этого просто вот все эти три месяца, которые я оставалась одна или не одна, или ко мне кто-то приезжал, я могла только вот безостановочно совершенно рыдать, то тут ты как-то понимаешь, что, в общем, места уже на это нет. Потому что рыдание рыданиями, а гулять на площадку все равно надо идти. Гулять в парк все равно вот все по ребенку надо. После смерти мужа это было такое состояние постоянной истерики? Ну, не истерики, но как сказать. Ну, я, наверное, да, месяца три ты воспринимаешь мир таким совершенно черно-белым, плачешь, когда тебя спрашивают, как дела. Причем вроде кажется, что ты уже можешь так себя в руках держать, а потом тебя кто-нибудь спрашивает. Ну, как вы? Ну, как я? А вы смогли взять себя в руки сами или вы обращались к каким-то специалистам? Нет, я к специалистам не обращалась, исходя из того, что хотя мне советовали. Многие пойти к психологу. У меня немножко другая была здесь история. Я не очень хотела идти к психологу, хотя, наверное, это было бы правильно. Потому что мне кажется, что психолог все-таки больше работает с внутренними причинами. Вот там не складываются с кем-то отношения, есть какая-то вот внутри меня проблема. А тут мне казалось, что моя проблема все-таки чисто объективная, что ничего вот внутри меня такого не произошло, что причина исключительно вовне. Вот не стало горячо любимого мужа в один момент. Психолог мне его не вернет, поэтому мою проблему он никак не решит. Поэтому к психологу я не ходила. Но для меня чрезвычайно важным было общение с людьми, которые через это же проходили. То есть вот все ко мне, многие знакомые приезжали, я сама ездила с Наташей, и к матушке Галине Соколовой, и там отец Феодорий Ценчуков к нам приезжал в гости. Это были люди, которые тоже прошли через вот такую внезапную потерю супруга в достаточно молодом возрасте. И просто вот за их слова я цеплялась, за их опыт. Что-то есть из этого, не хочется сказать слова, опыт? Вот из того, что они вам рассказывали, что может пригодиться людям, которые находятся в такой ситуации? Что-то самое главное. Вы знаете, практически никаких здесь вопросов нет. Это скорее история просто про то, как ты это переживаешь. То есть сам факт того, что у другого человека есть этот опыт, тебе от него становится уже, тебе от этого становится. Ну если не легче, то по крайней мере ты понимаешь, что это не с тобой с одним произошло. Потому что в первое время кажется, что все, вот это вот небо сломалось и упало тебе одному на голову. А потом, например, вот ты встречаешься с владыкой Пантелеимоном Шатовым, и он вот ровно вот эти слова говорит, что там первые три месяца после смерти жены вокруг меня было все черно-белое. И ты понимаешь, что вот другой человек тоже там был, он тоже через это прошел. И ты вот не первопроходец здесь, а ты идешь по какой-то такой дороге. От этого легче? Ну от этого, наверное, менее трудно. А вам они... Не знаю, мне очень нужно было вот это общение. Я не могу сказать легче становилось. Я не хотела, в общем, чтобы мне стало легче. Ты в этот момент, нет, ты в этот, как бы в этот первый год, наверное, я очень долго как-то вот хотела, чтобы мне какой-нибудь там самосвал переехал, чтобы вот наоборот. А дочка как? Ну, как, а дочка я написала завещание на то, чтобы крестная ее, если там что воспитывала. Вот, и мне в какие-то моменты даже казалось, что может быть лучше будет, если Наташа будет расти в какой-то такой полной, нормальной, хорошей семье, где мама там не рыдается утравить до ночи. Вот, вопрос с ребенком, это вообще отдельный такой вопрос, потому что он меня тоже очень мучил. Мне очень помогла одна фраза, прочитанная на американском форуме молодых вдов. Там один мужчина написал, что мать его тоже рано потеряла мужа. И все очень просто. When my mom was okay, I was okay. When my mom wasn't, I wasn't. Когда моя мама была нормальна, мне было нормально. Когда моей маме было не очень нормально, мне тоже. И вот я на это очень сильно как-то так ориентировалась. Но вообще первые, наверное, года полтора я находилась в очень таком большом конфликте с жизнью. В принципе, мне совершенно не хотелось, чтобы мне там стало легче, чтобы там чего-то было, чтобы кто-то там меня утешал, что ну все еще у тебя в жизни будет хорошо. И с этим у меня связан интересный такой опыт, потому что когда Наташке исполнилось два года, то есть полтора года прошло, я чуть было не упала с самолетом вместе, ну попала в очень такую неприятную авиа-ситуацию. Одна без нее. Одна без нее. Я летала на один день на конференцию православную в Афины. Мы с ней уехали отдыхать в Турцию. И оттуда я поехала на конференцию в Афины. Вот буквально ночь перелет, день на конференции, ночь перелет обратно. И обратно, когда мы летели этим рейсом Афина-Стамбул, наш самолет попал в сильнейшую грозу. Не знаю, что произошло, но вот турбулентность сильная, самолет трясет вообще кошмарно. Свет выключен, горят сигналы аварийных выходов. И в какой-то момент самолет начинает не как в воздушной яме, вот он так провалился и набрал высоту. А он снижается, 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 ну минуту где-то. Совершенно отвесно. Может быть, конечно, пилот у нас просто опускался ниже уровня грозового фронта, но в салоне этого непонятно же. Все кричат, ну то есть ты вот находишься в ситуации того, что самолет падает. И все. Я первый раз вслух молилась, причем молилась по-гречески. Я так, что греческие вокруг, греки вокруг. Я вспомнила, что Кирия Элейсон. Это очень идея понравилась моим соседям по ряду. Пожилые греки такие, они такие, о, 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 Кирия Элейсон, вот, типа, это, так сказать, то, что сейчас надо. Вот. И в этот момент я поняла, что прям вот, господи, нет, я не могу, меня дочка ждет обратно. Я написала смс-ку, значит, подруге, которой с ней оставалось, что все, я вылетаю, скоро буду. Я говорю, нет, нельзя, я вот, мне, я туда не могу, я вот должна остаться. Это была очень четкая такая для меня точка, ну, если не возвращение, то, ну, наверное, выбора какого-то. Это сколько прошло времени? Полтора года. А скажите, вот за эти полтора года понятно, что как человек верующий вы не могли думать о самоубийстве, поскольку для верующих человека это невозможно. А что вам давало силы жить? Вот ради чего? Вот эти первое, первое время. Ну, конечно, конечно, ребенок, конечно, работа, конечно, правь в мир, потому что для меня было очень важно, чтобы основное дело жизни Толика, ну, и вообще, наверное, моей жизни тоже, но главное, что его жизни, чтобы оно не закончилось. Потому что, когда Толика не стало, всем было очевидно, что правь в мир этого не переживет, ни с какой точки зрения, ни с финансовой. Потому что Толик закрывал огромное количество всего на правь в мире. Не просто из чисто организационной, потому что, когда все равно в проекте есть там один-два ведущих человека, и что-то с ними случается, это такая очень нежизнеспособная конструкция. Вот. И, в общем, все, и те, кто хорошо относились, и те, кто критиковали, все как-то в тот момент поняли, что правь в мира больше не будет. Вот. И мне было очень-очень важно, чтобы все продолжилось, и, возможно, даже и приумножилось, и выросло, и чтобы и издание продолжалось, и чтобы Наташка росла. И, то есть, как бы, что вот это вещи, за которые теперь отвечаю я. А когда ушел ваш муж, вы ощущали его присутствие, или это все мистические вещи, которых на самом деле нет? Это очень интересный и очень важный вопрос, потому что часто говорят, что верующему человеку сложнее, то есть, вернее, наоборот, верующему человеку проще, чем атеисту переносить смерть близкого человека. Или, наоборот, атеисту сложнее, чем верующему. Мне тоже раньше так казалось. Сейчас я достаточно уверена, ну, по крайней мере, с опорой на свой опыт могу сказать, что нет. Любому человеку переносить одинаково сложно, нет никаких проще и сложнее. Потому что вот с тобой человек был, ты его держал за руку, он был рядом, и дальше вот буквально захлопывается какая-то такая каменная стена кирпичная, и ничего больше нету. У тебя нет ни связей с ним никаких, никакого ощущения его присутствия. Нету. У меня не было. Он тебе не снится. И то есть вот просто нет никакого такого вот мистического опыта. Все как бы можно верить. Дальше уже область веры. Верить в то, что вы встретитесь, верить в то, что он видит, как растет его ребенок. Но никакой такой реальности данной в ощущениях нет. И это опыт, который очень я у многих слышала. Вот, например, матушка Галина Соколова мне тоже рассказывала, что, допустим, отец Федор, ей снился буквально пару раз в какие-то совсем такие сложные моменты. И это было на самом деле очень сложно. Потому что ты надеешься, что какая-то связь остается, а потом ты понимаешь, что верить в это можно, но никаких там введений, ничего этого нет. У меня очень близкая подруга моя, она чуть раньше, чем я потеряла мужа, она такой вот прям агностик, не знаю, атеист, но, в общем, она совершенно противоположных стоит позициях. И у нас с ней был абсолютно одинаковый опыт такого молчащего неба. Скажите, я, поскольку известно, что делаете православие и мир, понятно, что верший человек, а почему в такой ситуации, я так понимаю, что вера в Бога же не уменьшилась? Вот как отношение с Богом? У меня был очень сложный момент взаимоотношения с Богом. В общем, того момента, помните, как Христос говорит, какой отец даст в руки камень своему ребенку, если тот просит хлеба? У меня не было какого-то такого прям конфликта, чтобы вот я потеряла веру, чтобы я ушла из церкви, чтобы... Нет, внешне у меня все было очень ровно и спокойно, но внутренне у меня было такое чувство, что вот ты просил хлеба, а тебе дали камень. Какого-то очень жестокого, очень непонятного и очень непредсказуемой вот такой вот ситуации, когда ты с одной стороны не понимаешь, а где же тогда еще искать защиту и опору, а с другой стороны непонятно, чего вообще ждать дальше, и как бы, а что заберут еще дальше, а что будет, вот придет на смену. И это был такой вот, наверное, очень тяжелый момент, где-то он, наверное, даже во многом на подсознании происходил. Вот такое какое-то прям вот чувство очень каких-то сложных взаимоотношений, того, что почему-то твой отец с тобой поступил очень несправедливо, так как ты, казалось бы, этого не заслуживаешь. Ведь мне же казалось очень долгое время, что если вот чтобы все было в жизни хорошо, надо все делать правильно. ничего там не нарушать, все, чтобы было вот прям вот идеально, если ты все-все-все соблюдаешь, то потом вот будет все хорошо, правильно и, значит, без каких-то вот проблем. А оказалось, что никакая правильная в общем жизнь, ну, внешне как бы правильная, конечно, не гарантирует тебе на самом деле ничего. Это не панацея. И что через какие-то испытания проходят, в общем, абсолютно все. А обида на Бога была? Ну, наверное, я бы это описала, как такое чувство сильного недоверия. Ну, возможно, даже, возможно, обида тоже. Это очень сложно описать. Ну, вот это такое, ну, как же так ведь? Я же вот ни о чем же не просила. И вот так вот получилось. Причем обида, наверное, больше была даже за ребенка. Потому что, конечно, то, как Толик встретил Наташу, это для меня было... Я первый раз видела, когда вот мужчина действительно настолько вот так относится к своему ребенку, настолько вот ей дышит. что там может сидеть бесконечно в ее кроватке и просто смотреть, как она спит. Ну, вот скажите, я все-таки не могу так, Мария. Вот смотрите, вот есть верующие люди, есть неверующие люди, есть люди сомневающиеся. И вот сомневающиеся люди говорят, ну, вот как же, вот как Бог мог взять и отнять у маленькой девочки такого хорошего папу? Ну, как такое может быть? Ведь прекрасная семья, прекрасный папа, он берет и отнимает. А вы говорите, говорят сомневающиеся, а вы говорите про смирение, вы говорите про то, что Бог не делает все к лучшему. Нет никого у вас, нет никого у Бога. Бог так не может поступить. Вот не может отец поступить так. Ладно, отнять мужа у жены, ну, ладно, ну, взрослый. Ну, отнять у дочки шестимесячной. Говорят сомневающиеся люди. Если такое происходит, значит, Бога нет. Вы бы что им ответили? Я не уверена, что на такие слова можно вообще что-то ответить. И может ли человека что-то в этом переубедить? Но ваша вера осталась, тем не менее. Да. Лично ваша. Я вот такого вопроса не задавала. Он у меня формулировался немножко по-другому, что, как бы, Господи, ну, как же так получилось? Ведь мы же просили совсем о другом. И было совсем непонятно, действительно, почему так происходит. Но, тем не менее, вот такого, как сказать, так я никогда не спрашивала и вопрос не ставила. Это почему? Потому что у вас... Теоретически ответить не могу. Потому что у вас настолько, ваша вера в Бога настолько крепка, что ее ничто не может поколебать? Нет. А почему так? Ну, все-таки это событие, которое могло бы другого человека. Что произошло? Вот ушел ваш муж, и вы начали активно заниматься с этим порталом «Православие мир». Другой бы человек сказал, ну, масса народу, да я вообще больше Богом не буду заниматься, я вообще не хочу больше его знать. А вы наоборот. Причем православие, я хочу сказать людям, что «Православие мир», который я регулярно читаю, это очень такой интересный и живой портал про вирус. Живой. Самое главное в нем то, что он живой. Вы не отвернулись от Бога? В тот момент, когда оказалось, он отвернулся от вас. Это потому что вера такая была крепка? Потому что просто необъяснимо словами, а просто такое ощущение, которое ничто не может поколебать? Нет, ну, вы знаете, свою веру обсуждать-то сложно на самом деле, потому что я бы не сказала, что я какой-то такой образцово-показательный христианин, по большому счету. Мне как раз наоборот кажется, что в моей жизни христианство меньше, чем хотелось. Вот так вот, по большому счету. Есть какие-то, ну вот, опять же, много всего довольно такого внешнего, а вот внутренний – это такой большой вопрос, который будет понятен только после того, как уже там предстанешь на суд божий. Просто у меня это произошло вот таким образом. Вообще у людей вот этот опыт взаимоотношений с Богом после такой вот потери, он очень разный. Например, одна женщина, у нее погиб очень талантливый, прекрасный сын в 15 лет. И вот она рассказывала, что у нее был огромный кризис веры до того момента, когда она просто вот не встала и, говорит, не высказала Богу вот буквально прям лицом к лицу все, что я о нем думаю после того, как не стало моего самого лучшего, самого красивого, самого прекрасного мальчика. И после этого она говорит, что меня вот это отпустило. То есть мне кажется, что в такой ситуации просто с Богом очень важно разговаривать, но ответ, который ты получишь, может прийти, во-первых, не сразу, а потом он может произойти совершенно не таким образом, как ты его ждешь. Скажите, вот это известное постулат христианский о Господа мертвых нет, он не успокаивает? Он хорошо успокаивает, когда речь идет о людях, о друзьях, о знакомых, о людях, с которыми ты достаточно много и хорошо общаешься, но которые не составляют твою вот ежедневную жизнь. Наверное, да. Ты вот понимаешь, что вот ты тоже, когда вот умрешь, ты там встретишься вот с этими этими людьми, и это, в общем, тебя как-то успокаивает. Когда речь идет вот про совсем близких, это тяжелее. И, наверное, последний вопрос, и потом начнем говорить уже про ваше, про хорошее. Огромное количество верующих людей, когда происходит какое-либо событие, они задают себе вопрос, зачем это все произошло. Не за что мне это все, а зачем мне все это. Вот когда произошла такая трагедия, вы задали себе такой вопрос, зачем это вам? Или это чисто теоретический вопрос, который в голову в такой ситуации не приходит? Я скорее читала про другую постановку вопроса «Для чего?». Это у Франкла как раз очень хорошо было. В книге его замечательно совершенно описано. И это был тоже вопрос, на который у меня совершенно не было ответа. Потому что в каких-то ситуациях тебе более-менее ответ понятен. Там родился ребенок, допустим, с какими-то сложностями со слухом, и родители поэтому сделали первой в России какую-то там школу для таких детей глухих. Есть много ситуаций, в которых действительно понятно, как это происходит. Тут, конечно, я этот вопрос скорее тоже Богу задавала. И спрашивала, «Господи, ну неужели же вот чего-то бы мы вместе не могли сделать? Неужели бы вот как-то вот если был какой-то намек или какое-то понимание для этого, то чего-то вот мы бы не сделали, не осилили, не осмыслили?» Не знаю. Это как бы такой вопрос тоже очень сложный, и тоже я на него совсем не нашла ответа. Мне, конечно, очень важно со временем, вот где-то год спустя я написала первый такой вот свой текст, в котором просто описала все стадии переживания, через которые человек проходит после смерти. Он называется «Ампутация». И когда я встречаю женщин молодых, которые через то же вот это сейчас проходят, они или пишут мне, или как-то где-то нас знакомят, я очень, как сказать, рада, ну, плохое слово «рада», но для меня важно, что я могу им рассказать свой опыт и могу дать им почувствовать, что вот они в этой ситуации не одни. Вот поэтому вот этим своим каким-то опытом проживания я очень ценю вот эту возможность делиться. И книжку мы сделали тогда, три тиража, два из них благотворительных для хосписов, которых тоже люди, которые через вот это все прошли, рассказывают, ну, просто тоже рассказывают свои тиража. Никакого главного совета человеку, который потерял близкого, дать нельзя? Я могу дать много советов окружающим, что человеку не надо говорить ничего из серии «Ну, все у тебя еще в жизни будет, ну, все хорошо, ты, главное, держись, мужайся, крепись». Почему не надо говорить, что все еще будет? Ну, это не то, что человек в такой момент хочет слышать на самом деле. То есть на самом деле ничего из того, что мы можем сказать, оно абсолютно не работает, что бы мы ни сказали. Потому что опять это лежит не на уровне слов, это лежит на уровне каких-то внутренних процессов у человека. Абсолютно бесполезно все. Работает только одно. Но человека, наоборот, слушать и помогать ему выговориться, выплакаться и с ним быть рядом. Но что бы мы ни сказали в этой ситуации, это абсолютно... То есть не говорить, а слушать? Ну, да. Скажите, вы... Ну, сейчас мы перейдем прицепенно к Андрею, к вашему мужу. Когда вы сейчас что захотите, это расскажете. Но в какой-то момент, я думаю, женщина должна почувствовать, что у нее может быть какая-то еще жизнь. Ну, прежде чем встретить человека. Вы в какой момент поняли, что жизнь не закончилась? Не в какой. Я была абсолютно уверена в том, что я больше точно совершенно никогда не буду выходить замуж. Это была для меня абсолютная аксиома, в которой я просто не сомневалась. И все другие... Не знаю, я была как-то в этом уверена по всем статьям. И просто потому, что я понимала, что я больше ни одного как-то вот мужчины рядом с собой не готова увидеть. И по классическому принципу, если у вас нету тети, то вам ее не потерять. Тоже, так сказать, лучше через это второй раз никогда никому не проходить. Поэтому я была абсолютно уверена в том, что эта тема вообще полностью, навсегда закрыта. То есть у меня не было никакого такого момента, в который я поняла, что... Значит, вы молодая, красивая женщина. Просто поставили себе крест. Вы сказали, у меня личной жизни больше не будет. Вообще, я очень люблю выражение поставить на себе крест. Оно такое хорошее, христианское, вам ко многому обязывающее. Ну, не так, чтобы... Ну, просто есть какие-то вещи, которые ты про себя понимаешь. Ну, вот, например, ты понимаешь, что примы балерины Большого театра ты не будешь. То есть это в одном ряду. У меня никогда не будет мужа. Это так же очевидно, как то, что я не буду примыкнуть Большого. У меня было достаточно очевидно, да. А что потом тогда произошло? У меня был... Складывался такой круг общения. Родители, у которых... Которые одни воспитывают своих детей, потеряв второго супруга. Как он выражен? У вас возник круг общения? Я его таким сама как-то собирала. Мне казалось, что очень важно ребенку общаться с детьми, у которых тоже есть опыт потери родителей. Потому что все-таки ситуации развода очень много. И у ребенка нет проблемы с тем, чтобы найти сверстников, друзей, товарищей по несчастью, у кого папа и мама развелись. Это абсолютно стандартная ситуация. А вот ситуация, в которой, например, папа или мама умерли, и их вообще нет никак, это ситуация довольно редкая. Вы этот круг общения собрали ради детей? Да. Не ради родителей, а ради детей. Ради детей. Ради родителей мы тоже хотели сделать какой-то такой клуб анонимных потерявших. Но, в общем, он у меня как-то не пошел. Уже сил не было и ресурсов. Было не очень понятно, что делать. Ну и те примеры, которые я видела, они были не очень, скажем так, успешны. Потому что, когда на встречу приходит мать, которая месяц назад потеряла сына, и девушка, которая три года назад потеряла дядю, которого там видела пару раз, но все равно вот как-то ей важно это, люди с совершенно разным опытом, которым очень сложно друг друга слушать. Ну, в общем, история для родителей не очень пошла, хотя мы пробовали, вот. А история для детей, то как-то тут тоже на самом деле. А что вы делали? Вы просто браете детей, что вы себе делали? Ничего, просто с детьми куда-то ходили, куда-то там гуляли в какие-то зоопарки, батутные центры, океанариумы, еще чего-то. Но при этом они знали, что вот эта девочка Наташа, у которой умер папа, вот эта девочка Аня, у которой тоже умер папа, вот этот мальчик Захар, у которого умерла мама. И они могли как-то, ну, вот они знали. И от мысли, что Петрову тоже плохо, Васечкину стало чуть-чуть полегче. Это главный вообще, можно сказать, принцип жизни. Вот этого всего. К этому и сводится вся история про обмен опытом. От мысли, что Петрову тоже плохо, Васечкину чуть менее тяжело стало. Вот, поэтому мы как-то так тусили детей вместе, общали, вот, и так мы познакомились с Андреем. Я до этого была знакома с его первой женой, Катей Ремизовой. Собственно, я с ней была, именно с ней была и знакома, именно с ней, можно сказать, и дружила, хотя мы достаточно редко виделись. Вот, она тоже писала на «Провмере». Я знала, что у нее есть сын, маленький, и знала, что мужчины обычно тяжелее всю эту историю переносят, чем женщины. Вот, как-то женщины проще. История ухода близко, чем я имею в виду? Ну, значит, вы, пришел Андрей, привел Захара. Так я понимаю? Нет, ну, мы несколько раз встретились с Андреем, погуляли вместе детей, так как, ну, вот как, представляете, как погуливать? Шестилетнего ребенка и трехлетнего ребенка. «Наташа, отошла от Захара! Захар, ушел, она отошла! Все ушли оттуда, близко подходите!» «Так, если ты сейчас не найдешь от края этой дороги, мы быстро уходим, все, уходим домой». Так, руки мыть, немедленно, все, все уходим домой, больше никогда не... Ну, ладно, еще полчаса вместе, ну, вот как-то так, примерно вот так вот мы общаемся. А как в этом, во всем может родиться любовь? Вот в том, что вы сейчас показали, прекрасно. Как вот в этой истории может родиться любовь? Никак, мы уехали отдыхать в Болгарию, Андрей с Захаром остались, значит, здесь, в Москве. Я была, в общем, ну, как-то так... Я очень боялась, что там Андрей может подумать, что вот наше общение как-то там имеет какие-то там корыстные соображения с моей стороны. Корыстные, что вы в него влюбились? Ну, да. Это корысть называется? Ну, я не знаю, как это описать. В общем, я очень боялась, чтобы кто-нибудь чего-нибудь не подумал. Но, в принципе, как-то так достаточно легко все складывалось. Я носила обручальное кольцо, он носила обручальное кольцо. И ничего не предвещало ничего. Мы как-то так спокойно друг с другом очень общались. И надо сказать, что как раз, наверное, мне, может быть, даже вот это и было симпатично, что я понимала, что уже и он, наверное, никаких, так сказать, мыслей по поводу возможного второго брака не испытывает. И со мной, в общем, все понятно. Поэтому в такой ситуации общаться хорошо, понятно, легко и просто. А любви нету, что ли? Пока нет. То есть просто... На этой точке нет. Так, вы сказали про Болгарию, значит. Ну, мы уехали, значит, с Наташкой отдыхать. И как-то так мы с Андреем начали немножко переписываться. Сначала про детей, что друг к другу писали. Потом как-то стали более подробно разговаривать, обсуждать какой-то тоже свой опыт потери. В общем, в основном мы со всеми так вот как-то и обсуждали опыт потери и все вокруг связанное. А потом в какой-то момент стало понятно не то, что кто-то в кого-то влюбился, а вот появилось такое совершенно какое-то неотвратимое чувство, как данность, что вот как будто вас привели в одно место, поставили и сказали, а дальше вы идете вместе. и все. Это я не могу сказать даже, что это прям была какая-то любовь, или что это было. Но если продолжать аналогию с прямой балериной Большого театра, то вот в какой-то момент ты оказываешься на сцене, понимая, что ты только что оттанцевал «Лебединое озеро» главную роль, и вот все рукоплещут тебе, и, так сказать, идите, давайте интервью рассказывайте, как стать. Скажите, вот подавляющее большинство людей, у которых есть вообще какой бы то ни было опыт любви, тем более трагический, они боятся нового чувства. Они вот это вот ощущение, про которое вы говорите, это все очень красиво, поставили в одно место, и теперь вы идете вместе. Это прекрасно звучит, замечательно. Но страха нет. Даже страха не то, что, то, что замечательно, если у вас нету тети, то не только за это страх, а страх новой, совершенно в жизни. Вообще не было страха такого? Нет, но есть, конечно, страх был в основном больше даже связан с детьми. Как они воспримут, как все это произойдет. Подождите, про детей, а женского страха не было? Ну как, это... Я никогда не буду танцевать на сцене Большого театра. Вдруг я выхожу на это. Нет страшно, что не станцуете в Лебедино озере, что вы... Вот этого не было вообще? Сложно сказать. У меня было очень большое чувство того, что все, что я делаю, это абсолютно неправильно по отношению к Кате, первой жене Андреи. Причем не по отношению к Толику. Я по поводу Толика была как-то очень хорошо понимала, что единственное, чем он может быть недоволен, это то, что я три с половиной года и льду по нему горькие слезы, и ношу траур. Вот и Наташа все это, значит, видит. Не знаю, у меня было вот такое вот чувство того, что это какая-то очень неправильная вещь. И я, значит, про этот повод очень долго тоже плакала, переживала. То есть вы переживали не то, что вы предаете мужа бывшего, ну не бывшего, а ушедшего, а то, что вы предаете подругу. Ну, в общем, сложная такая история. Я бы даже не знаю, можно ли здесь сказать про то, что это предательство, потому что, например, как раз Кат с Андреем обсуждали его, возможно, второй брат. И так далее. Ну, в общем, мне было очень сложно, и меня вот это вот очень пугало, когда я понимала, что с одной стороны ситуация уже довольно неотвратимая, а с другой стороны, что, в общем, это как-то какая-то она сложная. И через, не знаю, как, несколько дней я просто прямым текстом сказала, Катя, а можно какой-нибудь уже фидбэк, какую-нибудь, так сказать, обратную связь? Я понимаю, что вот тебе-то это все видно, можно как-нибудь отреагировать, пожалуйста, потому что, ну, очень тяжело, потому что как-нибудь, ну, вот, проявиться в этой ситуации. Вот. Ну, а дальше про себя я думаю, а какую я хочу от нее обратную связь? Ну, вот приснится, например, она мне, и скажет, что, так сказать, вот я по этому поводу думаю то, и то. Это же будет понятно, что просто я столько обо всем об этом думаю, что уже мой мозг это все породил. Мне ничего не приснилось, мне вообще ничего не снится никогда. Да, почти. Это редко со мной происходит. Чем меньше спишь, тем меньше всего снится. А вторая история, которая меня волновала, очень это Захар, потому что... Дальше, никакого знака не было, Скать. Сейчас я расскажу, они вместе произошли, вот, которым на тот момент исполнялось 7 лет, и мне было понятно, как 7-летний мальчик в этой ситуации может отреагировать. Как он может отреагировать? Правильная реакция ребенка была бы, это вообще не наша мама, у нас наша мама есть, и, так сказать, я ничего больше никого не хочу, и так далее. Ну и, в общем, не так, чтобы прямо он с нами с Наташей очень сильно восторгался. В моменты... Ну, мы неплохо как-то общались, но вот именно вот на этом уровне родителей шестилетки и трехлетки. Значит, и вот в какой-то... Вот пару дней спустя Захар за завтраком говорит Андрею, что, слушай, а мы еще ничего не обсуждали друг с другом. Пап, знаешь, я вот подумала, что Наташа это вообще единственная девочка на свете, которая меня понимает. У нее папа на небе, у меня мама на небе. И я подумала, может, вам с Наташей мамой-то пожениться? Такая вот у нас была реакция с Андреем совершенно квадратными глазами. Что? Причем Андрей Захаров ничего до этого не обсуждал, он нас не видел к тому моменту уже месяц. Вот, и в общем, ну как, как сказать, вот я получила два года. Ну, дети же мудрее взрослых, это я все готовим. То, что я, дети, чем младше, вам приходилось каким-то образом устраивать отношения между Наташей и Захаром между детьми? Ну, как сказать, было и есть много достаточно сложных моментов, в том числе педагогических, но сами по себе Наташа с Захаром как-то вот, не знаю, мне кажется, тоже страшно об этом говорить, потому что сейчас скажешь, а потом окажется все наоборот, но они вместе очень хорошо и играют, и коммуницируют, общаются, и, в общем, такие очень-очень дорогие для друга люди, и Наташа все время за Захаром как-то переживает, и он про нее тоже много говорит и думает, то есть, в общем, с ними сложилось все достаточно хорошо, несмотря на то, что, конечно, нас это очень волновало. на сегодняшний момент у них прям такие очень теплые взаимоотношения. как будет дальше посмотреть. Сказал Захар эти слова, удивительный мальчик, и что? И вот сразу стали решили жениться? Ну, нет, как-то нам обоим просто на тот момент было уже понятно, что, в общем, ну, вот, видимо, вот так вот все происходит. Я еще раз хочу вернуться к вопросу о страхе, потому что вообще же начинать новую жизнь очень тяжело. Начинать новую жизнь двумя детьми, да, и у вас же довольно быстро родился третий ребенок, я думаю, а сейчас еще будет ребенок. Это же, ну, вот, что сказать людям, которые в такой ситуации боятся просто? Они боятся брать на себя ответственность, боятся начинать новую жизнь, боятся каких-то вещей, которых они не предполагают. боятся любви, короче говоря. Я тоже не знаю, что можно сказать людям в какой-то ситуации. Мне кажется, что что бы мы людям не сказали, это абсолютно не будет иметь для них никакого значения. Просто, вот, кто-то делает для себя один выбор, кто-то делает для себя другой выбор. И это выбор вот этого человека. В том, что я всю жизнь боялась абсолютно всего, я классическая вот эта, как ее, Гретхен, не Гретхен, которая спустилась в погреб, увидела там топор и сказала, что вот там через 10 лет у меня родится сын, он спустится в этот погреб, и этот топор его убьет. Вот это, или как ее, Эльса звали, не помню, как звали, это прекрасная девушка. Девушка, это вот абсолютно совершенно я. И когда я выходила замуж за Толика, я два года думала над его предложением о браке. Мне сделала предложение, я согласилась за него пойти замуж, чтобы через два года после этого предложения было сделано. До этого я, ох, я думала, а что, а как, а вот он, не он, очень боялась ошибиться, боялась разобраться, как-то вот не могла разобраться до конца в себе, боялась. Два года думали на предложение? Вот мы познакомились в 2003 году, предложение мне сделать через год спустя, при том, что этот год мы фактически почти не общались, а поженились мы в 2007 году. И я, конечно, потом жалела, что я так долго думала, а с Андреем у нас от первой встречи после нашего того, той поездки в каком-то уже новом качестве, не в качестве мамы Наташи и папы Захара, да, свайту прошло, примерно, прошел примерно месяц. Скажите, вот вы говорили, что вы жили там полтора года в ощущении такой темноты и мрака, а когда возникло ощущение, что вы выходите на свет? Когда уже с Андреем все началось видеть? Нет, мне кажется, что мне как-то, наверное, не то, что полегчало, но как-то вот более-менее нормально уже стало, наверное, год, через год, но все равно это вроде ты, твоя жизнь идет так достаточно ровно, в какой-то момент ты понимаешь, что тебе все равно невообразимо тяжело, ты там плачешь, это вот все происходит, так вот накрывает достаточно долго еще потом. Ну, конечно, самое тяжелое это первый год. У меня очень большие перемены чисто внутренние были связаны в том числе и с тем, что я начала фотографировать, это для меня тоже было продолжение во многом делать Олика, потому что он фотографировал очень хорошо, и я как-то в какой-то момент поняла, что у меня есть огромный ящик фототехники, классный маленький ребенок, и что Наташу надо фотографировать так же хорошо, как если бы сейчас ее фотографировал папа, и я очень много как-то с головой погрузилась в обучение такие, там были очень жесткие у меня одни курсы, в которых там прям вот выжимали, вот в этот момент такого вот обучения очень требовательных таких вот сдачи контрольных работ и всего мне тоже стало, наверное, полегче. Вообще, любовь это вообще-то очень тяжелая история, в принципе, любая даже счастливая, но когда мы говорим про начало, любовь это счастье, вообще любовь это счастье, вот найти любимого человека это счастье, вы это ощущали с Андреем? Потому что то, как вы рассказываете, это достаточно, это не так, но вот сейчас скажем, что это не так, но это какая-то получается достаточно такая главная история, такая главная. А вот счастье, вы ощущаете счастье от жизни с этим человеком? От встречи с этим человеком? Ну, я ощущаю, наверное, счастье и очень большую благодарность, но, как сказать, очень сложно говорить о своей жизни вот сейчас настоящий момент и сложно и страшно и с одной стороны вроде очень хочется делиться какой такой радостью и счастьем когда родилась наташа мне прям хотел совсем мир поделиться вот этим счастьем что как же это здорово когда рождается ребенок как это вот замечательно то в общем сейчас мне конечно очень сложно таких вещах говорить потому что не знаю может быть это как-то очень терзновенно звучит может быть смело может быть как-то так ну вот сложно сказать что например там я счастливый человек я хорошая мать я там вообще успешный журналист скажите как что делать вот у вас скажем так достаточно своеобразный опыт жизненный такой трагический что делать с этим опытом когда ты строишь новую жизнь как не бояться это вот она надо его вообще иметь ввиду опыт предыдущей жизни как не сравнивать нового человека с предыдущим человеком и сравнивать не знаю мне кажется что сравнивать невозможно это все равно как между собой сравнивать наверное нет но просто когда ты проходишь через вот такой вот опыт семейной жизни потери потом ты понимаешь что на самом деле в жизни главное ты нас для какие-то вещи очень сильно переосмыслила еще вот пока жила одна вместе с наташей потому что я поняла что абсолютно все бытовые разногласия бытовые вопросы они прекрасно совершенно так хоть бы вот там в жизни не полочку не прибивал ничего только бы хоть бы на диване лежал только вот ничего не делая тут живой родной и вот все что угодно и я на все согласна вот это я очень хорошо понимал что я бы все вообще сделала если вы только так и как раз я думала про то что очень часто что если бы это было наоборот история длительные болезни я бы абсолютно все выдержала и все только вот ради того чтобы ребенок подольше своего отца видела то есть все бытовые вопросы они отходят на второй план и ты понимаешь что на самом деле все поправимо кроме смерти и ничего не важно кроме жизни и вот примерно так прямо такое это хорошего но прям то вызвешь таким ощущением на самом нет потому что это несколько такая как сказать это состояние человека все равно который находится вот который прошел через определенную травму потом легчает через какое-то время ты потом становишься этой травмы становится меньше а вот этот какой-то предыдущий болевой опыт утихает и ты уже нормально начинаешь выяснять с мужем отношения кто чего сегодня готовит кто тут опять все разбросал кто укладываем детей и так далее то есть для меня сейчас это наверное такой показатель более здоровых наверное вы не сравниваете своих мужей и никогда такого не знаю наверное нет скажите когда вы начали уже жить одно что было самое сложно наверное все сложности были связаны с детьми захар пошел в школу адаптировался к новому коллективу наташа тоже вот росла мы придумывали для них какие-то там правила поведения вот это вся около детская организация наверное это самое сложное любовная лодка разбьется а быт это не про вас никаких бытовых я не знаю пока что дальше будет ну дальше вот я знаю что дальше будет ребенок а еще может быть 10 раз разобьется а быт ну сложно так сказать а в бытовом плане вообще я стараюсь чтобы было все максимально автоматизировано всякие там не знаю паровые швабры 4 мультиварки у вас вот это вот это вот все полностью вот все что можно только автоматизировать у нас автоматизировано скажите вы рассказали про захара я так особо вас не спрашиваю про детей но тут надо все но понять а как вы объяснили наташа была наверное тем самым человеком которому было сложнее всего потому что хотя мы ее и спрашивали мы с ней обсуждали людей было на тот момент три с половиной года ну конечно для нее вообще это наверное одна из самых сложных страниц во всей этой истории потому что самое сложное было когда вот у тебя еще совсем маленький ребенок который только начинает говорить который начинает спрашивать где папа который бросается абсолютно ко всем там чужим отцам и вот прям пытается разглядеть вот не это вот папа как-то раз к нам хоть курьер пришел наташа тоже с такой надежды двухлетний вот не вот это наш папа но вот когда вот эти голубые глаза ребенка смотрит в небо и она говорит что вот господь даст папе шапку теплую курточку варежки и валенки и лесенку и папа к нам оттуда с неба спустится же по этой лесенке ведь правда нам это очень тяжело это намного тяжелее чем как когда тяжело тебе когда вот так сложно ребенку вот но через какое-то время прошло и в общем стало более-менее нормально наташа и андрея стала звать папой на самом деле нас дети с самого начала сталивать почти папа и мама это была инициатива захара для меня это было не немножко не та история которую я ждала потому что мне казалось нас очень понятно что у нас есть папа и мама вот они вот там вот на небе а мы просто а не андрей мы никакие не папа не мама ну логично же вот а захар очень четко спросил после свадьбы сразу теперь можно говорить мама вот я снова почувствовал себя немножко не в своем месте вот наташа андрея звала андреем долгое время потом захар же приучил горта чё ты говоришь андрей говорите папа наташа послушно все сейчас как-то у них выстроил что вот есть там мама катя на небе мама не здесь папа то ли значит на небе папа андрей здесь наташа вообще по какой-то момент сложилась такая концепция что мама катя это ее тоже мама часть вот но в целом конечно тут еще была такая история что у обоих детей было такое мне кажется сильное чувство неполноты не полно того что не полная семья того что скорее всего больше не будет ни братьев ни сестер того что вот они ты вот такой вот один со своим родителем что они в общем ну вот максимально хорошо эту историю приняли как уж сейчас тоже по-разному складывается есть свои проблемы у всех но тогда вот от этого какого-то такого чувства просто семейного голода они перешли к ситуации полной семьи очень-очень у вас андреем мальчик или девочка мальчик мальчик то есть брат как был воспринят хорошо сразу все приняли оба захар принял совершенно по-мужски а там брат говорит начнет а пойдет когда так понятно ну в общем типа это приходите через год и вот у захара было совершенно ровно и очень нравится то что про него рассказывать он какой-то удивительный без большого с одной стороны к новорожденному без большого интереса без каких-то там лишних эмоций ну как бы есть окей вот андрюша отлично вот наташа восприняла андрюшу с огромным совершенно восторгом трепетом она очень давно хотела малыша все первые наверное месяц так ее немножко тоже штормила она много плакала по разным другим поводом все но в общем как какое-то время прошло очень-очень они с ним подружились в общем андрюша сейчас конечно обоих обожаю ему сколько сейчас два скоро исполнится у вас бывают проблемы с мужем по поводу как как воспитывать детей какие проблемы как лишь главная проблема у нас наверно в том кто принимает решение по ребенку потому что кто decision maker вот это сложный вопрос потому что вот кто решает делать ребенку прививки или не делать кто решает отдаем его в школу не отдаем обычно мы стараемся как-то советоваться приходим к какому-то общему знаменателю но бывает что мнение довольно противоположное и вот это вот на это сложно кто и что тогда делает что тогда папа говорит делать условно бесконечно обсуждаем я говорю нам надо поговорить дальше я могу на эту тему говорит три с половиной часа ну и что провел к обсуждению в результате обсуждения приходит происходит обсуждение а потом еще обсуждение потом еще обсуждение у вас нет главы семьи у нас нет человека который бы стукнул кулаком по столу и сказал я сказал нет мы пытаемся найти правильное решение и я как сказать принять такое вот финальное волевое силовое решение в принципе может каждый но надо принять правильное решение надо понять как правильно вот там в каких-то моментах нужно более мягкий подход или более строгий подход тут ребенка надо вот как-то довести до чего-то привести какому-то результату или забить и отстать от него в общем много таких вот момент скажите верующий человек всегда благодарит бога каждый день вообще надо бога это кажется вот когда случилась история с анатолием вас хватало на это я не говорю прям буквально нас хватало внутренних сил благодарить бога сложный вопрос мне кажется что наверное нет вот главное что было это такое вот чувство недоумения чувство того что хорошо господи нового то дальше то что будет следующее будет что а сейчас глядя на эту ситуацию уже уже из той ситуации который сейчас у вас есть вы как ее оценивать все что произошло с вашим первым мужем ну ничего мне кажется не поменялось то есть как сказать я бы сказала так что мы конечно вот на данный момент тоже боюсь так говорить мы конечно очень счастливы и конечно тот опыт брака которого есть сейчас он во многом намного проще чем наш опыт у обоих в первом браке и просто потому что вообще второй брак мне кажется тоже очень много что понимаешь понимаешь где уступить понимаешь где лишний раз не качать права и так далее но при этом мне кажется что каждый из нас бы очень дорого дал за то чтобы не в нашей столиком жизни не было 2013 года не в жизни андрея и кати не было 2010 когда началась ее онкология и при всех при всех тех сложностях которые были конечно если бы была возможность такая чтобы всем чтобы нам всем и не познакомиться это наверное вот было бы самым лучшим в этой ситуации меня один раз одна моя знакомая спросила о том что вот ну ты понимаешь что как бы если бы вот это вот может так не очень хорошо говорить но вот если бы не произошло то и потери то сейчас бы не было бы вот этого то что я не решился хорошая история но ты воспринимаешь это не то что не никак если бы вот этого не было то эта история про то что ты в общем ты умер твоя жизнь закончилась ты в некотором смысле это принял а потом тебе говорят погоди есть продолжение такое вот не знаю как будто не воскресенье после смерти даже а вот словно вот такая вот история закончился говорить нет погоди это еще не вся твоя жизнь на самом деле еще будет еще вот так то есть это какая такая жизнь после смерти люди которые смотрели они поняли сколько вы все пережили разного хорошего и плохого с вашей . вот лично для вас какое самое главное ваше изменение которое произошло вот с тринадцатого года по нынешнее покажется вам не знаю что ответить него не рефлексируется по этому поводу наверное нет нет как-то я не думала вы вообще себя не анализируете вот как как события влияют на меня меняю себя не меняю что она происходит ну были какие-то такие вещи в которых я пыталась понять что это как это происходит в какой-то момент например я была я думала что вот у бога есть такое особое попечение о вдовах и раз она есть такое особое попечение ну как-то там обидеть вдовуюсь рату это нехорошо считается то значит типа больше проблем в моей жизни особо не должно быть и в общем как-то я так приняла эту мысль а потом у меня началась такая забавная череда событий вот буквально за одно лето когда сначала вот это вот авиакатастрофа фактически чуть не случившись я же не рассказала что там потом пилот был бледно-зеленый никак не мог вообще в себя прийти вообще в таком состоянии а вот потом я попала там дтп когда у машины ось сломалась у такси в процессе того когда я в ней ехала и тоже чудом мы попали в аварию потом я сломала руку потом у меня тяжело заболела наташа и в общем что-то как-то было такое чувство что многовато всего на одну меня за такой короткий период времени и мы тогда с духовником моим обсуждали что непонятно как расценивать эти события то ли это какое-то вот не знаю предупреждение что что-то там не так происходит то есть то ли это повод огорчаться то ли это наоборот повод радоваться потому что самолет не упал из дтп этого я вышла живая невредимая рука в общем у меня починилась нормально а еще и . на этом фоне начала сама засыпать и из больницы мы так сказать тоже выписались в общем все нормально то есть непонятно то ли как-то переживать то ли благодарить и в тот момент я поняла что возможно эта история про то чтоб все равно нет никак никаких панацей никаких теоретических таких защит что типа если ты вдова то все будет нормально если вот вот от сих до сих вот это вот все соблюдать то все точно будет правильно штамп печать гарантия получите распишитесь нет никто не знает как будет все проходят через какие-то такие вот страшные события у людей они очень часто просто они по времени не совпадают вот наверное меня спрашивали про совет одна моя знакомая потеряла мужа в катастрофе автомобильной и когда мы с ней говорили про это все ночами она меня я ее спросила можешь ли помнишь ли ты что было с тобой 12 сентября 2013 года она говорит конечно помню у нас с мужем было буквально второй медовый месяц мы со взрослыми детьми поехали в огромное прекрасное путешествие это был лучше вообще сентябрь в моей жизни я говорю да а у нас вот в этот как раз вот этот вот сентябрь был самым страшным сентябрем когда вот как раз у нас все разрушилось и вот когда кажется что ты с этим вот один ты понимаешь что вокруг тебя есть очень много людей которые через вот это вот страшную потерю уже прошли а у тебя в тот момент было все нормально а теперь сейчас ты про их проходишь через вот это вот эти окажется что ты один а у других вокруг у тебя все как-то более-менее нормально ну то есть вот не знаю как это объяснить но когда тебе кажется что ты совсем один совсем не остался последний вопрос на который какие-то чате хотите не отвечать и тогда когда случилось это и сейчас вы как-то вот вы сказали что вы не ощущаете когда ушел муж что вы его присутствие не ощущаете а присутствие бога вы ощущаете у меня был такой опыт очень внятной визуализации всей этой истории попробую сказать по-русски когда не стал толика я очень четко прям видела перед собой как вот закрылась кирпичная стена помните в гости из будущего там закрывается будущее такая вот такая кирпичная толстая стенка вот она закрылась и все и вот что там она как она вот было вот это абсолютное чувство вот это наглухо закрытой двери когда мы уже в общем с андреем было все понятно к чему дело идет я была знакомый своей фотографом на родах это был пятый ребенок и и мы сидели в темной такой палате ждали вот это вот времени между схватками время проходила и я в тот момент ничего не снимала я снимал уже когда самого малыша когда он родился я очень явно пока вот мы там сидели увидела ту же самую дверь и увидела за ней такой вот приходящий космос что вот как бы вот это у меня был опыт того как ты видел когда жизнь уходила и ты прямо вот присутствовал совсем рядом перед тем как жизнь должна прийти то есть вот с минуты на минуту должна была появиться верочка там счет шел на уже действительно через полчаса она родилась вот и мы сидели вот в этой тишине и ты прям чувствовал что вот вот та самая дверь она открылась и что за ней такое вот звездное небо поэтому сложно говорить про присутствие бога это такое достаточно не знаю можете вообще человек говорит что я чувствую присутствие бога или я не чувствую но вот такой опыт закрывшийся двери и двери открытой у меня точно совершенно есть вы любите жизнь наверное да собственно говоря все я могу сказать что можно на самом деле можно делать очень много выводов и я могу сейчас говорить еще два часа я думаю что вывода должен делать не я все эти люди которые у нас смотреть спасибо вам большое я потрясен спасибо большое а а Субтитры создавал DimaTorzok